Гибридная версия кроссовера Mitsubishi Outlander нового поколения заработала оценку отлично по итогам теста на безопасность, который провела японская некоммерческая организация JNCAP. Основными видами испытаний стали фронтальные удары на скорости 64 и 55 км в час, о деформируемый барьер с 40% перекрытием и жесткий недеформируемый барьер со 100% перекрытием. Кроме того, протокол включает боковой краш-тест, стендовые испытания кресел плюс наезд на пешехода. Также эксперты проверили системы превентивной безопасности и комплекс вызова экстренных оперативных служб. Специалисты JNCAP отметили передовую конструкцию силовой структуры кузова и наличие сразу семи подушек безопасности. Сминаемые зоны уверенно поглотили энергию столкновения, так что силовая клетка кузова почти не деформировалась. В итоге Outlander заслужил максимальные 5 звезд, включая высший рейтинг за работу водительских ассистентов. Компания MMS RUSS, официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi на территории России, Казахстана и Беларуси, провела акцию «Путешествие на Байкал» с Mitsubishi Motors, посвященную 30-летнему юбилею трех бриллиантов в России. В рамках этой программы каждый клиент, заключивший контракт на покупку любого нового автомобиля Mitsubishi, получал приглашение принять участие в розыгрыше путешествия на озеро Байкал. Розыгрыш путешествия состоялся 31 декабря, а троих победителей выбрал генератор случайных чисел. Каждый из них смог взять с собой в путешествие, которое состоялось несколько недель назад, одного друга. В списке счастливчиков оказались покупатели Mitsubishi из Новосибирска, Саратова и Санкт-Петербурга. В четырехдневное путешествие по льду самого глубокого озера планеты они отправились на автомобилях Mitsubishi. Это Outlander, Pajero Sport, ASX и L200. Приключение началось в городе Иркутске. Маршрут протяженностью около тысячи километров пролегал от столицы 38-го региона через остров Альхон, север Малого моря, Тажиранские степи, бухты Ая и Песчаная и поселок Листвянка. Программа поездки включала прогулки по самым живописным и впечатляющим местам Байкала, переправы по льду на аэроходе, восхождение на обзорные вершины, откуда открываются удивительные панорамные виды на само озеро и Приморский хребет.